Больше 30 ФАПов построят в регионе в этом году, а санавиация должна совершать не меньше полутора сотен вылетов в год. Сегодня в областном правительстве обсуждали достижения и перспективы отечественной медицины. Наталья Цопина о том, что в ближайшее время изменится для врачей и пациентов. У 8 из 10 жителей региона есть претензии к работе поликлиник. По данным опроса, чаще всего жалобы на нехватку врачей, вопросы к регистратуре или вежливости персонала. Мы знаем тонкие места, уверяют медики. Выявили их, внедряя бережливые технологии. В этом году к проекту присоединятся еще 12 медорганизаций. Поменяется лет через 6-8, потому что взяты всего лишь три направления в предыдущих медорганизациях. То есть каждая медорганизация брала три направления. Это капля в море тех процессов, которые вообще происходят в поликлиниках. То есть их тысячи процессов, которые можно делить и которые можно улучшать. Строительство перинатального и онкологического центров, открытие и переоснащение сосудистых отделений. Впереди большая работа, говорят сегодня на заседании коллегии Минздрава. Нам необходимо построить 31 ФАП, начать строительство 8 новых поликлиник, внедрить новую модель медицинской организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 39 медицинских организациях. Приобрести санитарный автотранспорт, начать полеты санитарной авиации не менее 150 вылетов в год. К 2024 году необходимо снизить смертность на треть. Касается это и взрослых, и совсем маленьких пациентов. Самая главная задача это снижение показателей младенческой смертности. Нам пока удалось его только удержать на довольно неплохом уровне по сравнению с Российской Федерацией и Сибирским федеральным округом. Но с учетом тех амбициозных задач, которые ставит Вьетнамин сестра в районе Российской Федерации, в 2024 году достичь показателя 3,8, то есть уровень европейских стран, конечно, надо для этого приложить максимум усилий. Спасают новорожденных весом от 500, а иногда даже 300 граммов. И теперь будет больше реанимационных коек для таких малышей. Например, на базе неврологического отделения детской больницы скорой помощи. Мы, к сожалению, вынуждены было детей транспортировать в другое учреждение, где те койки есть. Но сейчас мы, по большому счету, реанимируем всю детскую неврологическую службу отделения, реанимацию открываем, полиативные койки там открываем, аппарат МРТ мы покупаем и ставим именно в то место, где востребованность его наиболее большая. На реализацию нацпроекта здравоохранения в Новосибирской области в ближайшие 5 лет выделят больше 35 миллиардов рублей. Но чтобы добиться высоких результатов, недостаточно вкладывать деньги в высокотехнологичное оборудование. Надо мотивировать жителей ответственно относиться к здоровью. Важно не просто уважение к медицинскому работнику вернуть, а вернуть безоговорочное доверие к медицинскому работнику. Поэтому это в том числе элемент ответственного отношения к своему здоровью. Если человек доверяет врачу и по любым сомнениям к медику обращается, значит он готов реагировать на какие-то сигналы своего организма, более своевременно не уходить в самолечение. В завершении коллегии заслуженные награды получили те, кто трудится в здравоохранении десятки лет. Наталья Цойпина, Евгений Агеев, Новость ВТС.